Я работаю в компании Logica, я Team Lead, занимаюсь фронт-эндом уже много-много лет. Очень много всего, связанного с JavaScript, перепробовала. И вот хотела бы поделиться с вами частичкой информации, связанной с последними моими проектами, в которых я работала, где надо было использовать такую технологию, как D3JS. Это такая технология, которую, мне кажется, просто так не начнешь учить от того, что просто хочется, а только если возникает повод. Ну вот у меня повод возник, и я с вами поэтому поделюсь, потому что напишите себе в резюме еще одну строчку, это всегда здорово, по-моему. Для начала я хочу сказать пару слов о том, что представляет собой визуализация данных, в принципе, без привязки какой бы то ни было технологии. Дело в том, что сейчас мир изменился таким образом, что люди стали сталкиваться с таким огромным массивом информации, которую они на самом деле не в силах переварить. И постоянно на нас валится какая-то информация из социальных сетей, из интернета, откуда угодно. И это в течение дня ведет к совершенно такому переполнению информационному. Поэтому, если мы со стороны кастомера хотим донести до юзера информацию, особенно объемную информацию, как правило, это какие-то числа, то нам надо сделать это максимально нежно, с учетом потребностей кастомера, чтобы он это все воспринял адекватно, а не как свалившуюся на голову лавину, просто непонятно какой, хаотически организованной информации. Поэтому визуализация данных становится все более и более модной темой в последние годы. Я думаю именно по этой причине, потому что данных становится все больше, люди уже просто не готовы их воспринимать, а мы должны кормить юзеров этой информацией. Именно вот мы должны, чтобы они это все воспринимали. И поэтому наша задача представлять информацию таким образом, чтобы это было комфортно потребителям информации. Вот хочу привести очень хорошую цитату как раз на эту тему, что в принципе основная цель визуализации состоит в том, чтобы оптимизировать приложение таким образом, чтобы облегчить пользователю или помочь пользователю проводить вот эту когнитивную умственную работу максимально эффективно. Не давать ему ничего лишнего, давать только то, что нужно, и в той форме, которая наиболее интуитивна, восприимчива. То есть вот это именно то, что должна делать наша визуализация. То есть очень важно привязываться не только к технологиям, но и к юзер-экспириенсу. Я вот эту идею продвигаю, чтобы это все было для пользователя комфортно. Вот могу привести пример такой визуализации. Я бы сказала, что вы здесь видите. Сейчас, удав, удав. Да, это удав, который съел слона. Это же очевидно, да? Какая шляпа вообще, о чем идет речь. То есть на самом деле вот это очень одна из моих любимых картинок. Вот так вот по жизни все-таки Кзипери, маленький принц. Но с точки зрения визуализации данных, если подойти к этому, ну именно под таким углом, это не очень правильно, потому что эта картинка крайне двусмысленная. Одни люди видят удава, другие видят шляпу и что? Ну совершенно непредсказуемый как бы результат. Или вот еще один классный пример. Я нашла эту картинку в интернете, мне очень нравится. Это на тему майндмэп вообще картинка. Ну это не важно, майндмэп вообще классная штука. Но по-моему это один из худших примеров визуализации, вот на мой вкус. Потому что, ну я не знаю, я даже процентов 15, вот я не могу тут прочесть. Просто потому что хочется просто выйти, когда пытаешься осознать эту информацию на этом изображении. Почему? Потому что, ну есть один из принципов, связанных с организацией, вот любой визуализацией. Должна быть визуальная иерархия. То есть есть какие-то вещи, за которые цепляется взгляд в первую очередь. Есть какие-то во вторую очередь. Ненужные вещи надо опускать. Ну то есть это, это также очень важно. Это не имеет отношения непосредственно к джава скрипт. Но я просто очень хочу, чтобы если вы будете работать в этом направлении, чтобы вы всегда задумывались над такими вещами, чтобы не получить вот такую вот красоту. Это тоже, кстати, наверное, можно наковырять как-то на D3. Вполне вопрос, что, наверное, не нужно. Теперь уже ближе непосредственно к D3. Что это такое? Это, ну, не библиотека в таком прямом смысле слова. Вроде как формально это просто библиотека, которую можно подключить на страницу и дальше пользоваться всеми ее возможностями. Но в ней заложена очень интересная концепция внутри. Вот D3 – это Data-Driven Documents. То есть это документы, которые управляются данными. То есть вот у вас есть данные, какой-то набор, ну, не знаю, все что угодно, статистики, какие-то репорты, любые данные. И есть документы, да, веб-страница, например. То есть какие-то там домоэлементы и т.д. Вот ваша задача сделать так, чтобы эти данные, которые вы получаете, управляли бы этим контентом на странице, и там уже пойдут всякие красоты, отрисовки и т.д. То есть ключевое здесь – это, конечно же, данные в первую очередь. То есть вы получаете данные, и эти данные дальше уже руководят всем остальным. Вот пример достаточно типовой каких-то данных. Не знаю, видно вам, не видно. Ну, вот тут какие-то буквы, цифры. Ну, короче, это JSON. Да, это JSON. Вот мы видим. Вот что это такое вообще? Как понять, где тут больше, меньше, что тут сравнивается? Конечно же, эти данные представлены в довольно-таки сыром виде, и поэтому это совершенно неинтуитивно, да, неочевидно. Если мы пользователю скормим вот такую порцию сырых данных, ну, как бы никакого профита от этого, конечно же, не будет. Значит, наша задача – эти данные представить каким-то удобоваримым способом. И вот я приведу пример. Вот на самом деле, как выглядит визуализация этих данных. Мне этот пример очень нравится. Это распределение имен, как называют детей в каком году во Франции. То есть какие имена дают детям. Ну, и там Аарон, там Амели и так далее. Там в таком-то году столько-то детей, а в другом году столько-то детей. То есть только что у нас была просто пачка каких-то букв и цифр непонятных, совершенно неинтуитивных. Но на базе там можно построить очень классные графики, можно устроить динамику. Хочу еще привести примеры, как могут выглядеть визуализации. Ну, получается, вот карта – это достаточно тоже такое типичное, то, что везде уже можно сейчас встретить вариант. Да, распределение чего-то по карте. Бар-чарты – это вообще довольно тривиально все устроится через бар-чарты. Вот, справа я поставила такие более экзотические вещи, выходовые диаграммы. Забыла термин, как эта штука называется справа вверху, но очень красиво. Это также примеры из D3, то есть это примеры из галереи D3, которая доступна. Можно открыть любой пример, открыть его код, посмотреть. Вот я хочу сослаться на человека, который разрабатывает эту библиотеку, Майк Босток. Он ее придумал, он продолжает ее поддерживать, и это великолепное начинание. У него совершенно потрясающая галерея примеров. То есть вы хотите там сделать какую-то супер-пупер-крутую визуализацию, вы смотрите в галерее, вы разбираетесь в коде, и, в принципе, вы строите свое. На основании этого вообще не проблема. Очень хорошо написано вики по D3, то есть, опять же, все можно там узнать, такую справочную информацию. Вот, также куча примеров. То есть я сегодня расскажу какие-то, ну, более базовые вещи. То есть то, с чего начать. То, что послужит толчком для того, чтобы дальше уже развить свое умение работать с D3. То есть, в принципе, я думаю, что разобрав вот те несколько примеров базовых, которые вот мы с вами обсудим сегодня, в принципе, вы дальше просто там открываете вики, открываете галереи и делаете любую визуализацию на свой вкус. То есть это достаточно несложная библиотека, у нее такой низкий порог вхождения. То есть просто понять, что к чему, понять несколько базовых концепций надо, и дальше уже на это просто наслаивать какие-то дополнительные слои данных, знаний. Теперь непосредственно по специфике D3. Что в этой библиотеке особенно? На самом деле это не единственная библиотека по визуализации, которая существует. Но на данный момент я бы сказала, что она самая популярная, наиболее широко используемая. И это не зря. Это связано с тем, что она очень легкая, удобная. Ей легко начать пользоваться, она хорошо документирована. Это такие как бы характеристики, которые определяют успех библиотек, как правило. Потому что если библиотека делает потрясающие вещи, но в ней никто не может разобраться, то кому как бы она нужна. А здесь, наоборот, все довольно просто. То есть у нее синтакси с jQuery style, то есть вот этот чейнинг традиционный, который используется в jQuery, селекторный подход, также вы там по селекторам выбираете по CSS3. и все, что вам нужно на странице, и начинаете это обрабатывать методами D3, это очень удобно и комфортно. SVG. Немножко сейчас скажу про SVG по поводу растровой векторной графики. Я не знаю. Я думаю, что все знают разницу между растровой векторной графикой. Я просто так в двух словах остановлюсь. SVG – это Scalable Vector Graphics. То есть это та графика, которая масштабируется, которая векторная, она описывается некоторыми функциями. И ее особенность в том, что если у нас есть довольно-таки несложная форма, ну, скажем так, легко математически описываемая форма, типа кривой безе, параболы, гиперболы, овал, круг и так далее, то эту форму логично и предпочтительно представить в виде SVG, потому что это экономно по памяти, это удобно, это очень управляемо. В противоположность векторной графики есть растровая графика, где каждый кусочек представляется пикселем. Это некий набор пикселев. И растровая графика представляет собой, ну, как бы, описание вот этой группы пикселей. И чем больше площадь, да, тем, естественно, она тяжелее. Поэтому мы всегда должны делать выбор по перформансу. Я еще на этом остановлюсь подробнее. На самом деле D3 позволяет работать не только с SVG, она позволяет работать также с Canvas, но by default используется SVG, и, в принципе, в большинстве случаев этого хватает. Такое вот принципиальное исключение, я бы сказала, из использования SVG в D3, это карты. Если у нас есть карты, на которых там много каких-то участков, областей, точек, то мы уже представляем, что это довольно много элементов получается. И чем больше SVG элементов, тем тяжелее будет наше приложение. Я тоже объясню, почему. Поэтому для того, чтобы не было проблем с перформансом, вот именно в случае карт и вот таких вот множественных элементов, то D3 может использовать Canvas. И, ну, есть примеры, которые показывают, как вот реализовать карту на D3 с использованием Canvas графики. То есть это также возможно. Ну, by default это SVG. А, еще классная концепция, связанная с тем, что SVG элемент, он напрямую связан с домоэлементом. Ну, мы все прекрасно понимаем, у нас есть дом-дерево. И получается так, что вот те SVG элементы, которые мы рисуем, они очень четко замаплены на вот эти домоэлементы. А что мы можем делать с домоэлементами? Мы можем с ним делать, в принципе, все, что угодно. Мы можем его создать, удалить, поменять любые атрибуты, навесить на него какой-то класс, навесить на него обработчики, там, какой-нибудь клик, что-нибудь такое. То есть, в принципе, мы можем делать с домоэлементами все. И как следствие, мы можем со SVG элементами также делать все. С одной стороны, они представляют собой какую-то, ну, уже графику, а с другой стороны, они абсолютно управляемы. Точно так же, как и домоэлементы. И вот на этой связке SVG элементов с домоэлементами, в принципе, и построено D3. Вот следующий пункт у меня, Data is attached to DOM elements. Получается, вот если мы привязали уже, D3 SVG элемент к дому, у нас есть какой-то там, условно, div, да, то как понять, какие данные привязаны к этому div? Мы можем открыть Developer Tools, и посмотреть, я тоже покажу скриншотик, посмотреть, что у таких элементов, которые обработаны при помощи D3, у них есть вот такое свойство Data, два подчеркивания, Data, два подчеркивания, и внутри этого объекта лежат все данные, которые мы к нему привязали. Вот эти абстрактные данные сервера, имена, год, вот это все, то есть абстрактная информация. То есть мы можем как от данных обращаться к элементам напрямую, так и от элементов обращаться к их данным. У нас очень такое прямое соответствие идет. И так же при всей простоте D3, при такой легкости и гибкости, на самом деле в нем заложена очень серьезная математика. Там есть очень серьезные функции, очень интересные математические, интересные визуализации. Я сегодня в конце покажу одну, мне очень нравится Force Layout, он такой сложный, и он очень красивый при этом, вот красивый, как бывает красивая математика. Ну, опять же, если там залезть в глубину кода, то там можно добраться до того, как это все реализовано. Реализовано это довольно непросто. То есть это тоже, ну, как бы есть в этом определенная красота, скрыть за простым фасадом сложную логику. Так, чтобы вот нам, как пользователям потенциально этой библиотеки, было несложно с этим работать. Следующая концепция D3, это selections. Это довольно простая вещь, на самом деле. Selections – это некая выборка элементов на основании CSS3-селекторов. То есть вот у нас есть там веб-страница, и в ней, например, ну, такое самое примитивное, например, мы хотим выделить, выбрать body, например. Мы просто пишем D3-select и в качестве селектора в кавычках указываем body-тег. Все, у нас выбран body, и мы дальше внутри него там делаем свою D3-магию. Или мы можем написать, на самом деле, сколь угодно сложность CSS3-селектор. Там элементы какого-то класса, внутри какого-то контейнера, обладающего какими-то там атрибутами, я не знаю. То есть они будут выполнять функцию вот нашего этого selection. Ну, то есть D3-select выбирает один элемент, select all выбирает все элементы. В принципе, похоже очень на jQuery style. Также, когда мы сделали selection, вот мы сделали эту так называемую выборку. В принципе, похоже на jQuery set. То есть у нас есть jQuery set, который там мы выбирали на основании селекторов, и мы дальше эту пачечку там можем как-то там тоже класс менять, все что угодно. И здесь тоже так же. Мы выбрали selection, и у нас мы можем поменять атрибут, style, какие-то property, там класс проверить, append, insert, remove, все что угодно. То есть довольно тривиально, они просто перевели как бы вот эту jQuery логику на свои рельсы. Вот это, наверное, одна из самых важных, на мой взгляд, концепций в D3, которая называется enter, update, exit pattern. Я немножко скажу об этом с точки зрения вот множеств. У нас есть множество данных, то есть пришла какая-то пачка данных с сервера, например. У нас есть какое-то множество элементов на странице. Ну, например, мы, допустим, мы хотим отрисовать барчарт, например. У нас приходит какой-то там, какой-то набор цифр, чисел, и мы на основании этих чисел строим высоту этих столбиков в барчарте. Как нам это сделать, ну вот концептуально, как нам подружить эти нарисованные столбики с этой величиной чисел? Для этого мы должны понять, как сопоставить вот эти множества данных и множество дом-элементов на странице. Вот вы видите, что эти множества потенциально пересекаются. Они могут, конечно, совпадать, они могут не совпадать. То есть, например, у нас уже есть какая-то отрисовка, мы сделали еще один на ЯКС-запрос какой-то там, к нам пришли данные, и мы должны понять, вот на основании новой пачки данных, обновленной пачки данных, мы, возможно, какие-то элементы удалим. Они нам уже будут не нужны. А возможно, мы какие-то новые элементы должны добавить, если их раньше не было в дом, а данные пришли, значит, мы должны их дорисовать. А в существующих мы должны поменять, например, высоту, если это барчарт. То есть, мы должны осуществить три типа действия, на самом деле. Удаление, добавление и обновление каких-то атрибутов. Вот за это отвечает, собственно, вот этот паттерн. То есть, вот слева мы видим данные, и вот эта голубая область соответствует тем данным, которым на данный момент не соответствуют никакие элементы на странице, никакой дома. И эта часть данных, она, очевидно, должна привести к тому, что элементы должны быть созданы. Да, созданы там, добавлены в дом, соответственно, это самое главное действие. Этому соответствует вот enter. Enter – это метод D3, который вызывается вот именно для этого. То есть, enter дает нам скоп данных, на основании которых мы должны насоздавать элементы. Теперь, ну, правую часть рассмотрим. У нас есть часть элементов, которым, очевидно, не досталось данных. Так, ну, в 99% случаев эти элементы нам уже теперь не нужны. Если они перестали быть как-то связаны с данными, значит, нам, скорее всего, нужно будет от них избавиться. Скорее всего, мы должны удалить их из дома дерева, там, remove'em сделать. Ну, может быть, можно сделать еще что-то, там, не знаю, какие-то вывести окна, там, я не знаю, как-то их отметить какими-то там серенькими полосочками, ну, кто знает. То есть, это множество элементов, которым не соответствуют данные, мы можем получить при помощи метода exit. Ну, и, соответственно, пересечение двух множеств. Это наш счастливый билет, это те данные, которые уже соответствуют элементам на странице, между ними однозначная связь, и мы, вероятно, должны обновить просто их какие-то атрибуты. Да, соответственно, это update pattern. Таким образом, мы совершенно автоматически можем осуществлять вот эти операции в результате получения новой порции данных. Мы можем добавлять, мы можем удалять, мы можем обновлять существующие. То есть, нам не надо, как бы, руками выискивать вот так вот по дереву, по дом дереву, что там где, находить этих потеряшек или создавать новые и так далее. То есть, это все делается автоматом D3. Я приведу пример кода очень простого, который как раз это иллюстрирует. Вот у нас кружочки, circles, и приходят какие-то данные. Все видят код, да. Вот, посмотрите, var circle – это svg select all circle. Circle в данном случае – это тег. Это svg тег достаточно такой типовой. То есть, в принципе, его можно морально к нему относиться, так же, как к divuxpan, то есть нормальный тег. Соответственно, в svg – это какой-то корневой элемент, в котором мы работаем. Я просто тут его уже не определяла. Значит, внутри него мы выбираем все circles. И вот дальше во второй строке метод data-data – это значит, что мы ассоциируем эти кружочки с data, с той data, которая, ну, сервер, например, пришла к нам. То есть, вот этот data-data осуществляет вот эту вот сцепленность, связь. После этого, ну, мне кажется, в датчале стоит удалить лишнее. Удалить лишнее, если те данные, которые пришли, а у нас кружочков больше, нам надо излишки удалить. Значит, мы выбираем exit, выбирает у нас то количество кружочков, которые мне соответствуют данные, их удаляет. Теперь enter – это мы должны создать новые. Если этот код выполняется в первый раз, то, скорее всего, у нас exit ничего не вернет, потому что у нас как бы кружочков-то и нет. Ну, по дефолту, да. То есть, by default у нас пустой какой-то контейнер. То есть, удалять нам как бы будет нечего, но зато мы все-все добавим. А если этот код проходит уже в какой-то там n-ый раз, то тогда излишки мы удаляем, а необходимые добавочные эти кружочки мы добавим. То есть, circle enter, append circle, ну, и задаем им атрибут radius какой-то. И дальше я не использовала update, ну, в принципе, могла бы, но на самом деле здесь это не обязательно. То есть, мы берем просто весь скоп вот этих кружочков, которые у нас уже сейчас полностью соответствуют набору данных, и мы задаем им атрибуты cxy, y, да, это координаты центра, круга, ну, вообще, что у круга есть? Координаты центра и радиус. Ну, кроме stroke, fill, вот таких вот визуальных вещей, есть только эти три характеристики у круга. И вот дальше вот эти атрибуты function d, d это данные, которые автоматически передаются в результате того, что circle напрямую ассоциирован с data, вот в первой, во второй строке. Получается, что таким образом наши круги распределятся по контейнеру, ну, на основании вот этих данных, которые придут, координаты x, y, радиус, у них все одинаковые в моем примере. Ну, вот это самый простой код на d3, который можно придумать, и довольно-таки он очевиден, на мой взгляд. Если понимать вот этот enter, update, exit, то, в принципе, все просто. По поводу тех данных, которые могут к нам прийти. Ну, в принципе, тоже тривиально. Данные могут быть inline, это может быть какой-то там массив. Ну, как правило, это используется в примерах. В реальной жизни, конечно, скорее нет. А в реальной жизни к нам данные приходят AJAX request'ами, да, каким-то образом. То есть это будет JSON. Но также можно и загрузить CSV, если это какие-то, например, сложные фигуры, это какая-то там статика, ну, скажем, может быть, там какую-то карту даже отрисовать, вот эти контуры, карты, это, как правило, будут какие-то CSV, а потом мы на это будем наслаивать сверху наш JSON, там, с городами какими-то, там, точками и т.д. То есть, в принципе, я даже не делала слайд, связанный с данными, потому что это простой AJAX request, то есть там вообще ничего не надо. То есть, AJAX request произошел, на success мы начинаем выполнять свой D3 код, вот этот end, update, там, атрибуты всякие и т.д. То есть, в общем-то, обычный request, и потом мы уже обрабатываем его успешный результат. Пару замечаний насчет перформанса, потому что в сложных приложениях D3 может тормозить, вот некоторые есть рекомендации у меня. Первые связаны с selections. Если мы можем переиспользовать какой-то selection, лучше это делать. Если кто-то занимался вопросами перформанса раньше, давно, то знают, например, что тяжелые селекторы в том же самом jQuery тоже очень тяжело перевыбирать, потому что sizzл начинает проходить все дом-дерево. Здесь похожая ситуация, то есть мы начинаем искать какой-то сложный селектор, это долгая операция, поэтому нам проще закешировать это в какую-то переменную, положить и переиспользовать, если мы это впредь будем применять. Это довольно очевидно. Также, конечно, чем меньше элементов, SVG элементов, тем быстрее у нас все будет работать, то есть стараемся избавляться от ненужных элементов, потому что на самом деле иногда можно открыть SVG, увидеть там миллионы группировок. G это тег группировки. Я не могу сказать, что группировка это плохо. Мы можем группировать элементы, а потом, например, всю группу как-то там выбрать и тоже с ней что-то сделать в едином духе. Но просто иногда их слишком много, эти группы, они не нужны. То есть тоже надо держать в голове, что чем меньше элементов, тем быстрее работает. Ну вот Canvas instead of SVG, это пример, связанный с отрисовкой карты. Я сегодня не буду показывать, но у вас будет эта презентация, вы посмотрите, если захотите, покопаетесь. Потому что это очень хороший пример, именно связанный с тяжелым таким вот приложением, связанным с картой, опять же. Также, ну, как правило, это не в наших силах. Reduce the size of data. То есть, конечно, чем меньше данных, но это уже вопрос просто запросов, да. Если, конечно, там данные километровые какие-то, то они тяжело приходят, но это вопрос скорее за пределами D3, за пределами, как правило, наших возможностей. Мы работаем с тем, что нам приходит от сервера, как правило. Также, если вы хотите делать динамику, динамика это сильно модно молодежно, красиво, то часто люди неопытные используют для каких-то динамических перетеканий сет-интервалы, сет-имау, сет-интервалы, которые, ну, в классическом джессе. На самом деле, это не самые лучшие функции, в принципе, по перформансу и вообще по реализации своей. То есть, сет-интервалы он обновляет, ну, повторяет действие, да, за одним интервалом. Но, например, он в себе совершенно не учитывает ререндеринг в браузере. И если кто-то с этим сталкивался, есть такое понятие request animation frame. И request animation frame, наверное, судя по глазам, наверное, нет. Хорошо, я два слова скажу об этом. Значит, на самом деле, у нас возможна такая ситуация, что в браузере ререндеринг происходит с какой-то определенной частотой. А сет-интервал фигачит с другой частотой. А браузер просто думает, ё-моё, мне обновить сейчас или потом, или подождать, и что делать. И, как правило, он пытается обновить, ну, максимально быстро. И получается очень серьезные завтыки, особенно на медленных браузерах. Но сейчас это не настолько актуальная задача, как была раньше, когда надо было поддерживать старые ИЕ. Это было очень тяжело именно в этом случае. Потому что сет-интервал идет с одной скоростью, а реальные возможности браузера идут с другой, ну, просто даже частотой, не со скоростью. Эти две частоты не совпадают. И сейчас пишут функции более грамотно, да и браузеры немного уже стали поддерживать больше. И вот благодаря вот этому свойству requestAnimationFrame мы можем подстроиться под реальную частоту рендеринга браузера. И новые функции реализованы, связанные с периодическим вызовом. Ну, вот, например, это D3-таймер. Эта функция, она учитывает в себе этот нюанс. Поэтому вот эти периодические действия, динамические действия, они осуществляются более гладко, и они не так грузят браузер. Это касается не только D3, это касается разных библиотек. Сейчас, в принципе, ну, во всех библиотеках и стали на вот такая более грамотная реализация, чем setInterval. Ну, и последний пункт связан с рендерингом, потому что рендеринг – это одна из самых тяжелых операций с домом. Как только мы начинаем перерисовывать часть страницы, это, в принципе, сразу тяжело по перформансу. Поэтому мы должны стараться обновлять не все, что мы можем обновить, до чего можем дотянуться, а только то, что нам нужно. То есть обновляем селективно только те области, которые нас интересуют. Это тоже, в принципе, common sense, но об этом также не стоит забывать. Вот я хотела напомнить. Ну, вот я тут долго рассказывала, но пока вопрос остается открытым. Как нам вот эту пачку данных преобразовать именно в структурированную, визуализированную информацию, которую пользователь сможет воспринять? Как мы, допустим, получив какой-то набор чисел, можем построить на его основе что-то стоящее? Ну вот, я не знаю, пайчарт, барчарт, вот что-то такое, даже довольно базовое. Но пока этот вопрос открытый, и я сейчас буду рассказывать вам о такой концепции D3, как лейауты. они как раз позволят нам очень удобным, простым образом преобразовать сырую информацию в ту информацию, которую нам удобно отрисовать легко и быстро. Лейаут, на мой взгляд, не совсем правильное слово, потому что лейаут, мы знаем, это макет, это то, что уже нарисовано, визуально. В D3 немножечко другое смысл у понятия лейаут. Здесь лейаут отвечает только за трансформацию данных, вот именно самих данных. В результате работы метода лейаут в принципе ничего не рисуется, вот напрямую. Хотя по названию кажется, что ты вызвал лейаут, и у тебя что-то нарисовалось. На самом деле нет. На самом деле это только идет речь о трансформации данных. Есть несколько видов лейаутов в D3. Я покажу сейчас самый простой, а в конце демонстрирую такой из самых сложных. Они очень сильно варьируются по сложности. Ну вот один это PyChart. PyLayout. Он считается самым базовым. Ну в принципе давайте подумаем, что нам нужно, в каком виде у нас должны быть данные для того, чтобы мы реально могли отрисовать какой-то PyChart. Нам для этих секторов нужно в принципе углы. Да, нужен начальный угол и конечный угол. Если мы будем знать эти углы, мы достаточно однозначно уже определим в заданном круге этот сектор. Правильно? Но когда у нас есть какой-то набор плоских данных, ну вот я тут себе придумала любители кошек, любители собак и не любители никого, например. То есть это какие-то три числа, там 55, 30, там 15, скажем. Ну вот как мне на основании этих трех чисел построить вот такую конструкцию, которая бы отобразила это все пропорционально. Это, если без помощи D3, то я должна тогда сесть, подумать, посчитать эти все углы, да, сопоставить это 55, 30, 15, подумать еще, это все рисуется в радианах или это рисуется в градусах, вспомнить, как одно переводить другое. Ну а потом нарисовать, в SVG есть понятие дуга, у этой дуги есть вот этот начальный угол, конечный угол, и радиус, ну, радиус там я задам, какой хочу, скажем. Но вот эти углы, это, конечно, немножко морока. Не такая особо большая, но морока. А как бы мне так вот это волшебно можно было бы все легко и просто сделать. Кстати, тут ссылка, это Fiddle, ну просто пример, вы потом сможете его посмотреть. Вот пример кода, который, сейчас, вот это код на двух страничках, ну, тут с подписями, с текстом тоже там, с красотой. Этот код мы сейчас посмотрим, поймем, как делается layout в пай, и как он используется, и как в итоге рисуется пайчарт. Вам видно? Хорошо. Так, ну вот, какие-то базовые параметры у нас есть, ширина, высота области, и радиус, который будет, радиус нашего пайчарта, да, какие-то там я задала в пикселах. Вот этот Color, D3 Scale Category 10, это шкала распределения цветов, пока просто поверьте мне, что это шкала распределения цветов, но на одном из последующих слайдов я расскажу вообще, что такое шкала, и как с этим бороться. Ну, пока это просто, я задала вот дефолтный какой-то набор цветов, там, синий, зеленый, рыженький, какие-то там цвета, просто чтобы оно было красиво. То есть это просто какое-то распределение цветов, как мы будем красить. Теперь вот это, собственно, мои данные, да, это лейбл, подпись, там, кошатники, собачники и мизантропы. Значит, вот values 55, 30 и 15. В принципе, это ключевые три числа, которые мы должны визуализировать в пайчарт. Так, теперь что это у нас такое? Вот мы создаем переменную, мы потом еще будем к ней добавлять элементы. D3 select body мы выбираем, ну, в данном случае, контейнер body. Ну, на самом деле, по-хорошему, это должен быть какой-то div, там, или что, но пока body. Добавляем к нему элемент svg, внутри которого будут svg-теги, какие угодно. Жалко, у меня оно на две стороны не указывает, но, в принципе, легко уследить. Я буду в ближайшем показывать. Добавляем элемент svg и ассоциируем его с данными. То есть, данные будут ассоциироваться уже вот с этим вот svg-элементом. Задаем ему ширину-высоту, как бы для нашего контейнера, а также добавляем в него тег-группа. Ну, это довольно традиционно для svg, и потом этой группой мы будем целиком управлять. Что такое transform-translate? Ну, если кто-то сталкивался, в принципе, с любой компьютерной графикой, в любом виде, то знают, что координаты на экране, я не знаю, в фотошопе, везде, где угодно, они меряются от левого верхнего угла. Нам это не очень удобно здесь. Мы хотим мерять от центральной точки, чтобы наш пайчарт рисовался от центра нашей области. Поэтому мы должны просто всю эту конструкцию сдвинуть на необходимую ширину и высоту. То есть, мы сдвигаем это дело на размер радиуса по иксу и по игреку. То есть, если ширина-высота 400, радиус 200, то мы просто сдвинули это в центр, сдвинули 0, точку отсчета нашу, в центр. Вот это transform-translate. Дальше. Вот, SVG-ARC рисует дугу, большую дугу, и у нее есть параметр auto-radius. На самом деле, у дуги или сектора, как это сказать, в SVG есть два параметра, inner-radius и auto-radius. Если мы зададим inner и auto, у нас получится пончик, да, вещи с дырочкой внутри. И даже строят донат-чарты, так и называют донат-чарт. Ну, в данном случае это pie-чарт, то есть, нам нужен только auto-radius, нам не нужна дырочка внутри. Так. Вот, теперь самое интересное, мы применяем вот этот D3 layout pie. Значит, что делает наш D3 layout pie? Он в переменную pie положит данные на основании тех данных, которые у нас вот там в data есть, здесь это функция D. Видите, D, этот атрибут, это идут те данные, которые по дефолту ассоциированы, вот там вот при помощи свойства data. Немножко путано, конечно, но это с непривычки. На самом деле, в принципе, вот написав пару таких примеров, уже понятно, что там с чем ассоциируется. Ну, короче, получается так, что на предыдущем слайде, вот здесь data, это сырые данные, да. Нам нужны данные преобразованные, чтобы они содержали в себе углы. Нам даже не так важны эти текстовые подписи, мы с ними потом разберемся. Нам важны углы, которые будут построены на основании вот этих value, величин. Value, value, value. Поэтому здесь вот в методе value, который отвечает за преобразование данных, вот этот JSON, который у нас был в начале, мы из JSON забираем value. И это те ключевые данные, на основании которых будет строиться все. Вот так. То есть, вот так отработал D3 layout.py, и сразу покажу, что он даст в результате, а потом вернусь там к менее важным вещам. Вот наш вверху data в непреобразованном виде, да, это наш, в принципе, обычный JSON, да, label и value. А вот под ним то, что делает pie от data. У нас data object содержит в себе то, что было, плюс start angle and angle, ну и value сохраняется. Вот эти углы в радианах уже считаются автоматически. На основании всего набора данных и на основании индивидуальных value. То есть, он просто взял нам все, посчитал за нас. Вот это, собственно, то, зачем мы его применяли, для того, чтобы он посчитал углы. Итак, вот это мы уже посчитали, получили преобразованные данные. Теперь наша задача нарисовать, собственно, собственно, вот это все отрендерить, отрисовать. Итак, arcs – это наши сектора, которые мы будем делать. В оригинальном элементе, который представляет собой группу G, G внутри SVG, которую мы сдвигали, transform, translate делали ей, мы в ней выбираем select all G класса slice. Это селектор здесь. На самом деле, сейчас по дефолту у нас нету таких элементов G класса slice. Это нужно, на самом деле, для того, чтобы сделать enter, для того, чтобы их создать. Поняли, о чем я? То есть, мы выбираем то, чего нет, для того, чтобы это создать. Тоже элементарно. Итак, мы ассоциируем уже с преобразованным объектом данных, с тем, который нам будет удобно обрабатывать. Enter – это значит, что мы будем создавать новые элементы, потому что у нас сейчас пока пустое множество. И мы, собственно, делаем здесь что? Мы создаем элементы G класса slice. Почему я сделала им класс? Потому что потом я им захочу там строк какой-то сделать, там, какой-то CSS прицепить. Дальше. К вот этим G класса slice, которые у нас созданы, их получилось 3 штуки, соответственно, да, трое данных, 3 штуки. Было бы 100 данных, было бы 100 штук, соответственно. Мы к ним аппендим path. Path нам нужен для того, чтобы непосредственно нарисовать. Path – это один из таких ключевых элементов в SVG, который рисует что-то по заданной траектории. И у этого path есть заливка. Заливка – это какой-то цвет из нашей дефолтной шкалы цвета. И вот это ключевое здесь по отрисовке, по рендерингу. Атрибут D – ARC. ARC мы создали чуть раньше. Сейчас покажу. Вот это наш ARC. ARC – вот эта штучка. То есть вот в этой строке мы, собственно, отрендерили то, что нам нужно. Внутри каждого из вот этих G класса slice. И дальше это уже красоты. Мы аппендим текст. Я напомню, там еще текст сверху написан. То есть на данном этапе мы сделали все, кроме надписей. Мы должны еще сделать надписи. Ну, надписи – это уже не так интересно. Это довольно типовая работа. Мы аппендим элемент текста, SVG элемент текст. Текст, трансформируем его. Его трансформировать нужно для того, чтобы отцентрировать. Если вы помните, там текст написан ровно в центре вот этого сектора. По умолчанию, конечно, ни в каком центре он не рисуется. Он рисуется в нулевой координате. Это левый верхний угол. Это некрасиво. Мы должны его отцентрировать. Для этого я просто использую магический метод, который называется центроид. Таким образом, он просто… Текст центрируется по сектору. Ну, это просто смотрится в API. Это я не придумала. Это есть такой метод. Типовой. Ну, и лейбл. Лейбл – это вот то свойство в GSON, которое у нас было там кошатники, собачники и так далее. Ну, вот такой уже чуть средней сложности примерно D3 на самый простой лейаут. То есть, мы тут ничего не считали. Мы не считали некие сектора. Мы просто использовали правильный метод. Ну, вот это ключевое. То есть, лейаут не отрисовывает. Вот это надо запомнить. Он просто трансформирует данные в удобном виде. И лейаутов существует довольно много разных. Я так сейчас точно в штуках не скажу. Но есть для одного вида чартов, для другого вида чартов и т.д. И вот я еще force layout сегодня покажу. А теперь, что касается шкалы. Вот эти цвета мы использовали. Ну, шкала также нужна не только для цветов, но и для координат. Если мы хотим оси нарисовать, да, это тоже типовая шкала должна быть. То есть, это распределение чего-то. У нас по дефолту идет линейная шкала. Ну, как бы линейная взаимосвязь. Если коэффициент 1, то это identity. Одно соответствует другому напрямую. Также есть степенная зависимость и логарифмическая зависимость. То есть, если вы хотите сделать логарифмические оси, что может быть проще? Логарифмик написали, и все. Все будет. И вот еще одна шкала, которая, ну, которая надо знать, называется ordinal. Ordinal – это просто перечисление какой-то группы свойств. Ну, например, я буду приводить пример. Допустим, вам надо покрасить в какие-то цвета, но не абы какие, а у вас есть какие-то там определенные, вы хотите, там, я не знаю, брендовые цвета использовать или еще что-то. То есть, это какое-то перечисление, набор каких-то конкретных значений. Или это может быть набор каких-то специфических чисел. То есть, так же. Вот это перечисление – это и есть ordinal шкала. Я подробнее на следующем или через один расскажу, как это непосредственно использовать, потому что это очень популярно. Ну, и вот ближе к цветам, к распределению цветов. Вот дефолтные цвета – это шкала, которая называется category 10. Да, 10. Это 10 каких-то дефолтных цветов. На самом деле, есть еще шкалы, я просто их на память не помню, они все есть в вики. То есть, можно использовать там какой-то дефолтный набор таких цветов, таких цветов. Но это, как правило, нужно для прототипов, для каких-то примеров. Если вам просто надо побыстричку раскрасить это в какие-то пестрые цвета, чтобы красиво выглядело. Для реальной работы вам, скорее всего, нужны будут какие-то специфические наборы данных. Например, вот вы хотите замепить, сейчас я покажу, вот эти 0, 1, 2, 3, 4, 5, на какие-то там 50 оттенков серого. Да, это, ну, получается, 1, 2, 3, 4, 5. Найдите у меня ошибку вот здесь. Не хватает 0, 6. Да, да, я маплю 5 на 6, да, немножко тут опечаталась. Ну, конечно, лучше так не делать. Ну, да, 3 справятся, ну, лучше не делать, потому что результат малопредсказуем. Значит, как замапливать одно на другое? Получается, у нас есть два метода, domain и range. Domain – это входные данные, range – это выходные данные. То есть, домен, ну, это фактически наши, ну, как ключи, ключи и значения, да. Получается, что если у нас будет элемент нулевой, да, ему будет соответствовать, там, этот элемент из range и так далее. То есть, если мы захотим покрасить это все в цвета, то мы потом обратимся color 0. И мы получим да, 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 вот. То есть, довольно просто такое вот сопоставление. И для тех, кому этого мало, ведь людям всегда чего-то мало, есть еще более навороченная шкала, которую многие используют. Это как бы такой аддон к библиотеке. На самом деле есть набор библиотек, которые навешиваются еще сверху на D3 и расширяют ее возможности. Вот, в частности, Color Bluva – это очень классная библиотека. Она именно предназначена для того, чтобы мы работали с распределением цветов. Если нам надо, допустим, взять и покрасить, там, не знаю, карту выборов, там, в областях, и там, кто за кого проголосовал, там есть процент. И можно оттенком, там, более хороший оттенок, более плохой оттенок, задавать в этот диапазон. А областей уже много, данных много. Мы вот так вот руками не хотим эти все цвета рисовать, кому это надо. Мы возьмем дефолтную шкалу. Вот я приведу пример. Вот, например, да, вот такие шкалы. Мы выбираем, какая нам нравится. У них у всех есть имена, там, специальные методы, которые подключаются. Сейчас вот я вернусь, получается, мы берем D3Scale, Ordinal, Domain, это наши входные данные, да, я их какие-то там написала, входные данные. И вот Range, Color Brewer, и вот это RDBU, это название шкалы, которое мне понравилось. Вот, вот и все, собственно, по шкале. То есть вы просто взяли, применили этот метод, и все, у вас красится, уже все, счастье получается. Так, а дальше у нас идет пример с BubbleChart. BubbleChart это очень, на мой взгляд, правильная визуализация для того, чтобы отобразить данные, в которых больше двух измерений. Вот у меня стояла задача на работе, но мы в итоге ее решили чуть другим способом, но сама по себе задача любопытная. Когда у вас есть два набора данных независимых, две оси как бы, это довольно очевидно. Вы просто рисуете график, да, XY, и это совершенно интуитивный набор двумерных данных. А вот если у вас трехмерные данные, три оси, как нарисовать их так, чтобы юзер сразу понял, ну вот, что к чему по всем трем осям? Ну, 3D уже воспринимается тяжелее, на самом деле, мы привыкли к более все-таки плоским объектам. Это, на самом деле, довольно популярная задача в визуализации, но это каждый раз надо сидеть и думать, и находить какие есть уже решения на эту тему. Вот BubbleChart это классический пример для трехмерных данных, потому что здесь данные представлены, как правило, XY и радиус. И радиус, это настолько интуитивно, вот эта величина этого круга, настолько интуитивное понятие, что это очень классно. На самом деле, есть, можно идти и дальше, можно раскрашивать их в разные цвета, но это уже перестает быть интуитивным, потому что шкала цвета, она не интуитивна, в принципе. Непонятно, какой цвет соответствует понятию больше, а какой соответствует понятию меньше. Ну вот, есть еще вариант, можно, допустим, в прозрачности сделать или в оттенках одного цвета, допустим, серого тоже, там темнее, светлее. То есть, это тоже, соответственно, как бы интуитивно больше-меньше также. Но вот как минимум трехмерные данные, очень классно представлять BubbleChart, потому что это очень юзерфрендли. И я вот хотела показать пример BubbleChart. Ну, я сразу хочу оговориться, что, сейчас я вернусь, что здесь еще оси нарисованы, то есть здесь есть проведена еще некоторая дополнительная работа по рендерингу. Но мне здесь интересно больше, как вот эти, этот контент рендерится, RenderBubbles. Мы можем здесь увидеть, что вот у нас есть данные и ForEach, мы проводим итератор по данным. Кстати, да, можно данные обрабатывать скоупом, а можно делать ForEach в зависимости от наших задач. Но в данном случае мы делаем ForEach, чтобы вот на итерации отрисовать один этот кружок, да, и все это провести по всем кружкам, по всему листу. Значит, select all, circle какой-то там, и ты, ассоциируем с ним данные. Ассоциируем с ним данные, enter, это мы будем создавать элемент. Значит, мы appendем SVG circle, задаем ему какой-то CSS class. Вот, ну и ниже мы, в принципе, задаем ему stroke, задаем ему fill, colors, colors, одинаково у нас. Ой, ой, не то нажала. Затем мы делаем transition, потому что мы его сдвигаем на x и y. Вот, это же координаты центра наши. Возвращаем. D.x, это значит, что мы из данных вынимаем свойства x, которые будут соответствовать его координате. dy и dr, соответственно, радиус тоже у нас в тех данных есть, которые мы ему скормили. Это вообще тривиальный пример, но результаты как бы довольно хорошие, и довольно хороший он именно с точки зрения вот правильной подачи данных. Еще, да, да, вопрос. Ну, вот конкретно в этом примере это даже не нужно. То есть, ну, скажем так, у меня есть данные, там, x и y радиус, да, там, пачка, вот такой JSON, да, построенный на x и y радиус, может еще какая-то там дополнительная величина. То есть здесь это даже не нужно. Это нужно в более сложной геометрии, где надо там пайчарт или вот эти какие-то хордовые, где надо там более сложную форму рисовать. Вот так. Что касается interaction. Interaction делать очень просто. Мы просто вешаем обработчик. Как везде мы делаем on, mouse enter, on, mouse leave, mouse move, on click. То есть имена обработчиков все те же. Мы можем обрабатывать touch на touch девайсах, мы можем обрабатывать zoom и pen. То есть просто навесили обработчик. И, например, если, ну, такое самое простое речь идет о мыши, да, и нам нужно понять, сейчас я фразу закончу, если нам нужно понять, например, там, координаты мыши, какие-то характеристики, как обычно мы привязываемся к этому, то это метод D3.mouse. D3.mouse выдает нам вот эту вот информацию, объект, связанный с мышью пользовательской. А если бы мы не могли показывать? Ох, вот это капитание. Надо смотреть, честно, я сейчас так не скажу. Ну, как бы D3.mouse никто не отменял, то есть он тоже будет. Но вопрос, как поймать этот элемент. Но я могу предположить, скорее всего, это у нас будет вот эта area, которая замаплена на canvas, да, и если мы хотим интерактивно, мы все равно будем ловить, там, тот же самый, там, клик, например, да, и тоже D3.mouse нам будет возвращать, но там, может, анализ будет сложнее, просто по координатам. Да, 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 конечно, конечно. Да, оно цепляется, все автоматично, абсолютно, да. Ну, вот, да, ну, drag and drop тоже, в принципе, как и везде делается. И вот я хочу показать очень, наверное, мой любимый пример, ну, D3. Это такой очень интересный layout, считается, один из самых сложных. Он называется force layout. Force layout имитирует физику. Ну, это не совсем настоящая физика, но, получается, в нем есть несколько методов. Gravity, гравитация отвечает за притяжение элементов друг к другу. Charge, заряд, за отталкивание элементов. И можно делать динамический layout, но если вы хотите такую какую-то забавную очень сделать визуализацию, вы можете играться на вот этом соотношении притяжения и отталкивания. Я вот сейчас хочу привести пример, как это выглядит. Тут не надо ни физики знать, а жаль, физику вообще надо знать. Не считать ничего особо не надо. Ну, вот, например, вы подводите мышку, и ваши данные вот так начинают. Короче, медитировать можно бесконечно. Да, кошке точно понравится. Ну, тут, значит, принцип вот этой демонстрации заключается в том, что вот эти шарики, элементы, это, ну, как бы, да, три элемента, они соответствуют данным. Данные, это, соответственно, здесь у них радиус и цвет, да. Да, координаты здесь так, случайные. Но у этих объектов свойство притяжения друг к другу идет, а отталкивание от мышки. Поэтому они так забавно бегают. То есть, вот можно себя представить великим физиком и поиграться вот с этим layout. Вот это force layout я вот так могу вам просто прорекламировать, потому что там кода немного, но его немножко долго рассказывать. Там где-то, ну, максимум 100 строк, вот эта вся конструкция. Это тоже пример от Майка Бостока, мне он просто очень нравится, хотела его вам показать. Ну, в общем, я думаю, что на этом и все. Я только хочу порекомендовать кое-что. Это полезные инструменты и библиотеки, которые расширяют возможности D3. Free Data Map, OSI, Time Series, ну, тут очень много. Чарты такие более навороченные, чем по дефолту идут. То есть, как правило, это очень популярное направление рисовать разные чарты в D3. И чарты сейчас очень сложные бывают. Вот эти библиотеки, они позволяют это делать. И ссылки на литературу, на статьи. Значит, ну, в первую очередь, конечно, разработчик Майк Босток, его галерея и Вики. А также, вот мне кажется, две книги. На самом деле, книг больше по D3 сейчас. Ну, вот эти две, они, на мой взгляд, очень такие базовые. Они дают большое количество примеров. Если вы с ними ознакомитесь, с этими примерами, то дальше вообще будет все очень просто. Так что я рекомендую вам продолжить интересоваться D3, потому что это очень классная вещь. Она позволяет делать от простых до очень сложных и очень эффектных визуализаций. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...